Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, и вы снова на канале Ситроен Ваяж. Сегодня я хочу рассказать вам о своей мечте. Сам я по гороскопу Водолея. И много лет на экране моего компьютера красовалась заставка в виде плывущей яхты в закатных лучах солнца. Мне очень хотелось иметь свою собственную яхту. Не такую огромную, как у Романа Абрамовича, а обязательно парусную, чтобы можно было положить ее на трейлер и везти за собой на машине в любую точку мира. Я не хотел гоняться на скорость. Мне нужна была спокойная яхта, круизная, для того, чтобы вместе с супругой наслаждаться морским закатом, плыть куда-то вдаль и проводить время в хорошей каюте, в которой можно выспаться, приготовить еду, обязательно, чтобы был холодильник электрический, в котором можно было бы хранить продукты, благо цивилизации типа гальюна, возможно, даже душ. И вот как раз в год нашей свадьбы, в 87-м году, журнал «Катера и яхты» выпустил статью про яхту-рикошет, которую должны были изготавливать на питерском заводе. И я загорелся мечтой покупки такой яхты. На самом деле, не все в моей семье поддерживали эту идею. Меня постоянно пилила супруга о том, что яхта стоит бешеных денег, что за ней надо ухаживать, ее надо постоянно где-то хранить. Лучше взять яхту в аренду, чем один раз в год на ней сплавать, все остальное время нести расходы. И поэтому я решил подыскать парусную школу, после окончания которой я мог бы брать в аренду яхты. В Москве такие школы безумно дорогие, поэтому я решил посмотреть на периферии и остановился на Псковской парусной школе. Псковская школа меня привлекла тем, что там проходит псковская регата. И вот я думал, что вот сейчас я уже стану хорошим шкипером, яхтенным, рулевым, что сам смогу управлять яхтой и даже, возможно, стану капитаном. Но, к сожалению, моим планам не суждено было исполниться, поскольку на протяжении двух лет эта школа так и не смогла набрать необходимое количество учеников. И занятия не начинались. У меня к тому моменту был уже приобретен в Германии прицеп Хобби. Я с ним уже объехал весь юг России. И уже даже построил небольшой гараж для этого прицепа. И перебрался в этот гараж жить из московской квартиры. Потом начался проект строительства автодома из цельнометаллического фургона. Где-то полгода я его строил, утеплял, врезал окна, делал люки в багажник, строил мебель внутри. Вот видно подиум под вторым рядом сидений. Утеплял, делал обшивку. Купил в Икеа большой матрас, подушки и поехал путешествовать к морю, в Черногорию. И вот, в частности, опять на море я вспомнил о своей давнишней мечте. И мне опять захотелось яхту. Опять захотелось путешествовать по воде. И стал рассматривать опять катера и яхты по возвращению в Москву. Уже журнал был 1988 года. Опять я рассматривал рикошет. Но понял, что затаскать за 6-метровым автодомом 7-метровый прицеп с яхтой как бы по Европам не очень удобно. Поэтому буквально вот на предыдущей странице в этом же журнале я наткнулся на статью про разборный катамаран «Простор». Этот катамаран, судя по статье, должен был заинтересовать прежде всего жителей больших городов. В разобранном виде его можно хранить в городской квартире и доставлять к водоему на верхнем багажнике легкового автомобиля. Конструкторы стремились максимально упростить сборку катамарана. Два человека после ознакомления с инструкцией могут собрать его за 40-50 минут. Причем большая часть этого времени уходит на шнуровку тента и наполнение надувных баллонов. На самом деле, изначально он выпускался с резиновыми баллонами, которые быстро приходили в негодность. Но впоследствии появились варианты с ПВХ-баллонами. Эти баллоны делались в Питере отдельно. И я, конечно, начал подыскивать себе вариант именно с ПВХ-баллонами. На Авито мне попался такой вариант. И, значит, я его, конечно, себе приобрел. Приобрел себе за 40 тысяч, считаю, что это нормальная цена, именно для катамарана с ПВХ-баллонами. Дальше я стал искать возможность выехать на нем где-то в ближайшее Подмосковье. И нашел возможность спуска на воду в пределах 100 километров в пансионате Парус в Русском районе, в который я и направился со своим автодомом и с этим катамараном 12 июня 2018 года. Вот видно, катамаран лежит наверху. Машина уже стоит оборудована палаткой против комаров. И вот в этом пансионате мы провели 3 дня для того, чтобы опробовать наш катамаран. Фактически первый день мы его собирали, второй день мы катались, а третий день мы его разбирали и сушили. На самом деле пансионат Парус нам понравился тем, что там имелась возможность спустить катамаран на воду и оставить его на ночь привязанным к пирсу. А также имелась площадка для автодомов. И хотя пирсом мало кто пользовался, на следующий день автодома приехали и запланили практически всю площадку. Мы быстренько собрали катамаран и вместе с сыном решили отправиться в путешествие. Но стартануть без подготовки сразу против ветра у нас как бы не очень получалось. И мы очень долго пытались отчалить от причала, но потом все-таки нам это удалось. И буквально за минут 15-20 на воде мы разобрались, каким образом нужно управлять этим катамараном. И даже у нас стали получаться повороты и мы шли круто к ветру. В общем, стали достаточно хорошими моряками и не потребовалось длительного обучения. Катамаран на воде держится очень хорошо, имеет хорошую скорость, очень устойчивый. И пока мы катались, наши дамы готовили нам кушать и снимали нас на видеокамеру. Вот такой пирс. Здесь идет съемка отплытия. Вот мой сын, внука Горяша, который нам очень помогал при сборке катамарана и при спуске его на воду. Вот. Он очень тоже любит играть с водой и не упускает времени для того, чтобы поиграть. Но супруга очень переживала, что он свалится в воду. Но вот тем не менее, все обошлось хорошо. Вначале, пока мы катались, они сидели на берегу. Но потом нам все-таки удалось затащить внука и супругу на наш катамаран. И вместе с нами они тоже совершали путешествие по воде. Вот видно, мы отплыли далеко уже от берега. И на пирсе есть такие картинки, как учиться плавать, как оказывать первую помощь. Супруга нас снимает. А мы вот показываем, на что мы способны. Вот мы умеем делать повороты вперед. Тормозить и поворот через корму. Очень красиво. Сколько времени? Есть часы? Сколько времени? Есть часы. Красиво. Молодцы. Красиво. Молодцы. Браво. Браво. Полный серез. Полный серез. В общем, пока мы катались, внук не херял времени и строил. Какой замок не с песка. Красивый. Какой замок не с песка. Клабец. В общем, место очень хорошее. Нам понравилось. И тут нам все-таки удалось затащить супругу с внуком. А у нас котамара. Дальше несколько видеокадров, без комментариев. Снимал их сын. Конечно, они не были предназначены для того, чтобы выкладывать их на YouTube. Но некоторые подписчики просили рассказать о наших путешествиях поподробнее. Поэтому решился все-таки выложить. Смотрите, как это было. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok